привет друзья в этом видео я расскажу вам как потратить максимум денег за минимум времени или о лучшей каталке в то время когда на курортах ловить уже нечего посмотрите как красиво вот мне кажется в этом в этом весь хели сегодня предлагаю вам прокатиться по нетронутым склонам недоступным обычному туристу отдыхающему на горнолыжном курорте чтобы попасть на эти склоны нужен вертолет и чуть больше чем среднемесячная зарплата россиянина обязательный инструктаж по технике безопасности и лавины безопасности перед полетом и можем отправляться мы будем делать четыре спуска выбирая разные линии движения и каждый раз усложняя меняя локацию в поисках лучшей снежной кондиции досмотрите это видео до конца и напишите в комментариях стоит ли подобное приключение своих денег поляна рассказать местами задутой коркой это не очень приятно но когда удается вырываться вот на такие открытые участки это конечно кайф здесь абсолютно никаких усилий для катания прикладывать не стоит и не надо просто потому что склоны пологие спуски идеальный снег классный а вот сейчас прокачусь даже по границе света и тени того чтобы картинка была чуть симпатичнее смотрите как круто какие виды но ради таких видов либо ходить ногами либо летать на на вертолете не дано других вариантов очень классно как только вы будете выходить из зоны тени сразу будете налипать в кору поэтому чем правее тем лучше то есть идея простая если ехать в тени будет мягкий снег но не так красиво если ехать по свету будет красиво но лыжи зацепиться в кору и вероятность упасть велика но сейчас пришла тучка и то что было красивым и слева тоже становится не очень классным поэтому не важно вообще где ехать можно просто ехать а давайте потрогаем кору вот на этой стенке фото сразу звук даже другой стал целом не сказать совсем все просто едем с дистанции безопасной 50 метров на таком уклоне вероятность хода лавин минимальная поэтому мы не катимся по одному а едем друг за другом буквально а заходим в чистый нераскатанный кулуар он полностью теневой поэтому снег качество снега в кулуаре очень хорошая единственная из минусов рельеф абсолютно не читается поэтому ехать нужно предельно аккуратно открывающий гид останавливается в безопасном месте под скалой и дальше мы едем по одному потому что кулуар достаточно узкий и в случае каких-то сильных воздействий если что-то пойдет лавина то скрываться в принципе группе будет некуда поэтому едем по одному и прячемся под скалой да вот ветровая корочка не такая приятная выглядит мягче чем на самом деле стоим под такой вот большой скалой безопасно наличие здесь ветровой корки очень странная штука потому что и справа и слева от меня достаточно большие скалы вот и это очень удивительно корочка подкутывает ну хочется дропнуть и ходов подбавит а прямо вообще корки не чувствует дальше спуск настолько пологий что мы едем вообще без соблюдения какой-то дистанции чисто для того чтобы не врезаться друг друга микрорельеф позволяет здесь прыгать ну не это очень круто я за этот проезд наслаждаюсь картинкой посмотрите как красиво вот мне кажется в этом в весь хелли просторы горы вокруг красота и никого только группа идеальный снежок без следов и вот это все-все вокруг невероятно красиво ребята а вертолет уже подлетел вниз к остановке прыжочек плоский прыжок плоским приземлением здесь все кулуары сходятся в одно поле и поэтому здесь так много следов группы я уже я напоминаю что группы уже катаются здесь порядка нескольких дней дня четыре по солнечной погоде и поэтому следов достаточно много есть какие-то варианты попрыгать подожду вертолет еще не заклужил не заглушил мотор и близко подъезжать к вертолету с работающим винтом небезопасно гид нас об этом предупреждал красиво очень еще чем классно хеллиски в красной поляне то что полет осуществляется вот таким маленьким бортом соответственно группа которой вы катаетесь небольшая и все спуски они получаются достаточно динамичные делаем завершающий спуск здесь самое лучшее состояние снега из того что мы гадали сегодня я выйду на солнышко чтобы картинка была более красивая поля просто безграничные очень красиво но бордист пылит супер серфовое катание первым следом такое возможно на хелли носорог да вот этот хорош снег ожидаемо финальный спуск был самым интересным мы его еще не закончим и проезжаем опять подзадутый склон уходим по нему в долинку вижу камушек с которого можно прыгнуть но тоже такой плоский поэтому наверно не буду прыгать поехали еще поехали красивый кусок старые малины было ощущение что катаюсь на ледяке смотри вот это все огромные видосы старые малины здесь нет никакой техники а выглядят как тут специально эти волны улыбался это очень симпатично но все это построила природа получается мы доделаем заключительный спуск четвертый кто-то из группы остается продолжать за дополнительную плату а основной пакет включает в себя базовый 4 с пустой метров наверное 500-600 до километра я думаю тут у нас начинается может быть не самая приятная часть сегодняшнего дня но уж точно самая полезная я не могу сказать что не самое приятное перерыв на обед что бы вы думали налит он у меня в кружке это суп вот здесь вот в горах вдалеке от цивилизации наверное в километрах 10 а может 15 от ближайшей столовой суп горяченький даже с добавкой гороховый надеюсь теперь вы имеете полное представление о том что такое хелески увидели и плюсы и минусы этого мероприятия с уверенностью могу сказать что подобный снег после снегопадов просто так не найти и тут либо тратить много сил на скитури либо платить за вертолет в любом случае цена будет ощутимой пишите ниже понравилось ли вам путешествие или возможно вы сами готовы полетать я с радостью поделюсь с вами контактами а я пожалуй пойдут москвины офис толщину они они на